Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Как вы помните, немножко больше месяца назад, а именно 1 августа, а сегодня у нас 12 сентября, мы приготовили капоколу. Это вяленая свиная шея. Мы приготовили две таких вяленых шейки. Естественно, рецепт, как мы ее готовили, я размещу в описании этого видео. А сейчас я хочу попробовать ее, ну и, собственно говоря, поделиться с вами результатом. Я ее еще не открывал, поэтому мне самому интересно и немножко, немножко мне страшно, друзья, что получилось и получилось ли вообще. Ну, очень многие подписчики пишут, что надо ждать, надо ждать, не публиковать видео без результата, а надо ждать, что получится, и уже потом по результату делать все видео. Ну вот, мне, если честно, так очень неудобно, потому что я снимаю много, у меня есть еще блок о путешествиях, очень много материала, поэтому, друзья, делаю, как у меня получается. В общем, есть у нас две вяленые шейки, одна завернута в пергамент, вторая завернута в натуральную оболочку. Сейчас их разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Хотелось мне эту сеточку спасти, но что-то она... Так я здесь завязал хорошо, что боюсь. Развязывание узлов, друзья, не моя сильная сторона, если честно. Я даже кульки разрываю. Не хватает у меня терпения его развязать. В общем, это первая вяленая шея у нас в натуральной оболочке. И вот в такой вот сеточке. Так не пахнет. Ну что, друзья, разрежем. Красота. По виду очень красиво. Сейчас покажем срезы. Следующим этапом наших экспериментов будет прошутто. Ну пока, пока капот. Ну вот смотрите, друзья, вот такая вот она на срезе. Очень красивая, однородная. Совершенно никаких пустот не осталось. Такая очень-очень красивая штука. Интересно, какая она на вкус. Но сейчас разрежем вторую. И попробуем натуральные оболочечки. И разрежем теперь шейку. Как же я не люблю узлы, друзья мои. Сейчас руки себе поотрезаю. Нет, руки целы. Кстати, у меня же есть вес. Вот это весело 1210 грамм. Интересно посмотреть, сколько она весит сейчас. 0. 840 грамм. Значит, потеряла она 30% веса. Немало. 1210 или 740. Ну что, друзья. Надеюсь, что и это получилось. Белиссимо. О, это еще вкуснее пахнет. Думаю, что да. Как же ее развернуть. Наверное, отрежу так тоненький кусочек, чтобы показать срез. Это у нас мягче. Это у нас мягче. В пергаменте. Но все равно однородная совершенно. Сейчас покажу срез. Вот такая вот она на срез. Более мягенькая. Но и более ароматная. Хорошо видно, я надеюсь. Ну что, друзья, будем пробовать. Ну что ж, с какой начать. С хлебушком бы с хлебушка. Начну с той, которая была в бумаге. Офигительно. Очень вкусно. Совершенно она готова. Очень мягкая. Очень нежная. На что она похожа. Даже сложно сказать. Настолько мягкое и нежное мясо. Такое впечатление, что оно прошло термическую обработку. Но очень вкусно. Вот это в бумаге. Сейчас посмотрим, какая завоюет приз. Приз, так сказать, моих симпатий. Попробуем. Я немножко не такого вкуса ожидал. Я ожидал вот такого эффекта, как прошутто или как хамон. Но может ее надо было дольше выдержать. Полтора месяца. Ну, не терпелось мне получить результат. Тем более мы уезжаем в поездку в длительную. Нам нужны будут с собой бутерброды. Поэтому мы будем использовать. Итак, натуральные оболочки. Это более жесткая и более похожа именно на прошутто. Больше здесь чувствуется черный перец, который мы добавляли. Соответственно, она лучше высохла. Но и по мягкости. Это значительно мягче. Эту можно было бы еще вялить и вялить. Но можно и так кушать. Это совершенно плотное. Это менее однородное. То есть, вот это вот. Это совершенно. Вот я тяну, она не разваливается. Эту я тяну, она разваливается. Она как ветчина. То есть, какие выводы я могу сделать? По рецепту все правильно. Никаких замечаний у меня нет. Можете смело по этому рецепту готовить. Рецепт, как я говорил, в описании видео. По оболочке. Для натуральной оболочки, в которой мы готовили первую нашу шею или капоколу, совершенно нормально. Месяц, полтора месяца. Вялилась она у нас при температуре 10 градусов, влажности 70% в камере для вызревания сыровых колбас. Кстати, у меня есть на канале видео. Я сам сделал камеру для вызревания сыровых колбас. Если вам интересно, можете найти это видео в обзорах оборудования. В пергаментной бумаге, я считаю, что она немножко недовялилась. Ну, все, я уже процесс нарушил. Я ее разрезал. Кстати, интересно еще развернуть ее. Посмотреть, как она выглядит. Она выглядит очень красиво. Совершенно спокойно можно отправлять на полку в магазин. Только надо эту бумагу аккуратненько удалить. Вот так вот. Ну, я ее, кстати, наверное, еще подвешу в сетке и довяю. Уже бы с бумаги. Вот, выглядит очень красиво. Ну, что та, что та. Просто это в оболочке, а это теперь у нас получилось, ну, просто вот прессованная шея, друзья. Я думаю, что я эту помещу еще раз в эту натягивающую сетку и еще месяцок довялю. Может, недельки две хотя бы. Вот. Так что я хотел сказать. Рецепт полностью удался, он совершенно правильный. Если вы делаете в натуральной оболочке, достаточно вялить месяц-полтора. Если вы делаете в пергаментной бумаге, то, наверное, два-два с половиной. Вот так бы я сказал. На этом, друзья, все. Дегустацию будем заканчивать. Извините, что не делаю дегустацию сразу же после видео. Но, опять же-таки, посмотрите это видео, и вам понравится результат. Совершенно спокойно перейдете по ссылке в описании. Посмотрите рецепт, и сможете приготовить такую чудесную штуку. Буду с вами прощаться, друзья. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Всего доброго. Пока.